Уже в прямом эфире. Всем привет! Да, привет, привет! Наконец-то к нам Лера Фрост доехала, долгожданный наш гость. Лера, как ты поживаешь после этого? Ой, Антон, шикарно поживаю. Высыпаюсь, работаю. Телефон у меня 24 часа в сутки. С Захаром практически не ругаемся. Но такого ужаса, который у нас был на проекте, такого, конечно, нет. В целом мы все очень счастливы, очень довольны. И работа кипит, все постоянно в делах. Сейчас все обсудим работу и личную жизнь. Лера вообще у нас цветет и пахнет. Прекрасно, шикарно выглядишь. Спасибо. Задавайте все свои вопросы, которые у вас есть к Лере. Мы на самое интересное ответим. И все самые интересные темы обсудим в ближайший час. Вот тебе пишет Лера, замечательно выглядишь. Спасибо. А другая наша читательница, Гриознова, Крис, пишет, исхудала. Вот, кстати, очень многие говорят про твое похудение, про твое даже анорексию. Ну, где, посмотри, ну, где. Ну, ты худенькая, совсем худенькая. Что с тобой? Ты шикарно со мной. Смотри, нет, на самом деле этот вопрос, эти комментарии меня преследуют уже. Я не знаю, сколько времени, по поводу моего похудения, вообще, у меня сейчас вес 52 килограмма. При росте? При росте 1,76 метра. А у меня такой вес, ну, то есть для меня это нормальный вес. И просто период, когда я находилась на проекте, ну, как бы я была там 57, даже под 60 был период, когда я насиживала. Вот, и сейчас, ну, как бы крайние там дни, когда мы уже находились на проекте, у нас там был сложный период с Захаром, и когда у меня там было такое, что у меня там вообще там неделю, там чай зеленый пила, ни кусок горла не рез, и вот, и как бы похудела, желудок стянулся, сейчас кушаю правильно, устрицы, морепродукты, белочек, вот. И просто правильное питание, не ем всякую гадость, высыпаюсь в нормальный образ жизни, спортом занимаюсь, кручусь, и поэтому с чего мне поправляться, со здоровьем все в порядке, не переживайте, не дождетесь. Ну, тебе комфортно в твоем весе? Да. Ты хочешь похудеть, потолстеть? Нет, у меня вообще нет, я никогда не заморачивалась, ну, был период, когда я вообще весила, максимальный мой вес был 71 800, ну, то есть у меня был период, когда я за полгода набрала 20 килограмм, тогда мне было явно некомфортно, сейчас я себя замечательно чувствую и в прекрасной форме, и нет того, что я там боюсь поправиться, или боюсь похудеть, или там диетами себя издурять, нет, это все бред, просто нормальный человеческий образ жизни. Бывшая участница Любовь Гавририна пишет, как тебе хорошо без проекта, так скучаю, передаю тебе привет. О, Любочка, привет, дорогая. А что за период, когда ты потолстела на 20 килограмм? Это у меня был, наверное, класс 11-й это был. У меня такой сложный какой-то период, все навалилось, и школьные годы, как раз вот окончание года у меня там всегда с одноклассниками не ладилось, которые сейчас мне пишут, Лена, как мы гордимся тем, что мы с тобой учились в одном классе, какая ты классная, какая ты молодец, вот, это было такое сложное, первое там какая-то у меня несчастная, там любовь была школьная, уже не помню даже, что там и как, одноклассники, семейный момент, ну, в общем, я на стрессе, да, на стрессе я за полгода, ну, что-то у нас, все нормально, у нас лайф, ничего плохого. Вот, и я заедала, и так, я уверена, за полгодика набрала двадцатку, да, и стала на весе, я помню, 8 марта, я офигела. И поняла, что... А как разбрасывала? Вот, посмотри, у нас все читательницы наши лично спрашивают, как похудеть, как быть, как иерофрост, худой. Нет, на самом деле, никаких диет, ни в коем случае, не изнаряйте себе диетами, и ни в коем случае вот эти всякие там таблетки для похудения, и вот это вот все, я это проходила, я не буду кривить душой, и чаи, и ласточки я взлетала, и таблетки я пробовала, и диеты всякие там, белковые, кремлевские, тоже, как я над собой только не издевалась. Единственное, самый правильный, самый нужный способ для похудения, вообще для здорового образа жизни, и вообще для хорошей фигуры, это, конечно же, правильное питание, первое блюдо, спорт, мясо, овощи, фрукты, и все. Нима 08 спрашивает, на проекте вам искренне нравилась Рапунцель, или это по сценарию было, она же, мягко говоря, странная. Вот этот вопрос сценария, это видимо не сценария, пожалуйста, запомните это, все реально, все на самом деле. Нет, с Рапой, во-первых, я Рапой была, я с ней вчера, кстати, переписывалась, потому что периодически там, попадая на ТНТ, и вижу там, что опять слезы бьются, мы с ней вчера переписывали о том, чтобы она думала прежде всего о себе и ребенке. Рапа, ну она нормальная девчонка, со своими, конечно, таракадами, собственно, как и все мы, но я благодарна Рапе за тот момент, когда, вот я помню, Захар был на Сейшелах, когда нас в очередной раз разъединили, когда против меня получился весь наш дружный коллектив, вот, и когда были вот эти выселения, переселения, когда у меня сейчас прямо мурашки по коже, потому что я помню, насколько тогда мне тяжело было, и Рапа, это вот единственный человек, который протянул мне руку помощь, и я благодарна ей за тот диванчик, который она выделила для меня, в своей комнате, да, в своей комнате, поэтому я, какие-то хорошие вещи, которые для меня люди делают, я не забываю и искренне благодарю. Кстати, у нас Ольга на обложке февральского номера журнала появилась, она уже в продаже со вчерашнего дня, можете все посмотреть, откровенно, такая фотография есть? Я видела, полностью голая, беременная Ольга. Красиво, красиво. Главное, чтобы не было перебора. Ничего, все скрыто. Перебор Оля уже прошел в жизни, поэтому сейчас это видно. Давай вернемся к твоему уходу с проекта. Вот смотри, вы с Захаром вышли из ворот, что было дальше? Как, собственно, началась ваша большая жизнь? Как нашли квартиру, ту самую знаменитую, про которую лидер всем рассказывала? Про мою шикарную квартиру, я тут, к квартире мы обязательно вернемся, потому что я очень люблю наше семейное гнездышко. Что касается ухода, я четко помню тот момент, когда, опять же, сложный период был, да, перед уходом, мы с Захаром прям, мы просто друг над другом издевались, и слезы эти, и истерики, и скандалы, вот, и сложно было, вот, и мы вышли, вот, переступив порог вот этих ворот, ворота закрылись, и у меня, знаешь, было такое ощущение, вот, у меня как груз души, вот, и мы обнялись с Захаром, и вот на тот момент, я вот даже, прям, искренне у меня была улыбка, и мне искренне, вот, настолько мне стало хорошо, вот, прям, знаешь, легко стало настолько, и я сказала, я дала обещание и себе, и Захару, и как бы мы друг другу дали это обещание, что все вот то, что было плохое, оно остается вот там за воротами. Мы вышли, мы жили два дня в отеле, вот, в этот момент мы искали квартиру, дошли в квартиру, отлично, новостройка. То самое знаменитое, на окраине Москвы за 40 тысяч рублей? Нет, не на окраине, кстати, в минутах 10 от городских квартир, в 20 минутах от центра, поэтому не надо, да, очень-очень хорошая квартира, новостройка, новая квартира, никто в ней не жил, светлая, кровать большая, нет плохой энергетики, которая была на Доме-2, которая в каждой комнате по миллиону людей пережила, вот, и как бы все мы заехали, все купили, там, подушечки, пледики, все, ну, как-то вот все обустроили, все, все круто, все, вообще замечательно. Я надеюсь, что мы побываем у вас как-нибудь в квартире, сделать съемку для журнала. Конечно, ждем. С удовольствием. А все сработает, вот тут все спрашивают, вы работаете, что делаете, откуда деньги на морепродукты и устрицы, я знаю, что у тебя много направлений, да, в чем ты развиваешься? Ну, смотри, основное, конечно же, это телевидение, я работаю телеведущей на одном языкальном телеканале, можно, я, можно, или, можно, или. Я думаю, все, и так увидит твой инстаграм. Да, ну, да. Вот, работаю... Не на ТМ-ТМ-юзик. Не на ТМ-юзик, да, вот, на другом языкальном телеканале работаю, телеведущей, это одно из направлений, потом, естественно, у меня, как и у любой девочки, есть свой шоуру, Лера Фрост Бутик, подписывайтесь и покупайте, вот. Потом я являюсь директором отдела косметологии в одной из клиник, вот, это тоже направление одно из моего, естественно, реклама, рекламы много. На рекламе я очень хорошо. Ты как разумно зарабатываешь в месяц? А в месяц, так, ну, я тебе сейчас скажу, ну, тысяч, ну, двести-триста. Ну, вот, если так брать рекламу... Достаточно или маловато? Слушай, ну, денег достаточно никогда, мне кажется, не бывает. Будут миллионы, будут миллиарды, и будет все равно мало. Ну, нет, ну, как бы, в принципе, все, что нам нужно, там, мы, у нас все есть, и хватает, и слегка хватает, поэтому планирую автомобиль чуть позже покупать, в зиму не стала уже брать, вот, ну, чуть позже... Ну, ты больше зарабатываешь, чем Захар? Честно? Слушай, ну, честно, во-первых, как бы, у нас нет такого, знаешь, есть мы, да, есть Захар, есть Лера, есть семья. Мы, мы себя, как считаем, да, и позиционируем, да, и, в принципе, мы друг для друга, мы семья. У нас наш общий бюджет. У нас нет такого... У вас общий бюджет? Ну, да, да, ну, конечно, ну, слушай, ну, если мы живем вместе, нет такого, что, а, вот ты потратил, там, на продукты, там, пять тысяч, да, а я, там, потратил две тысячи. Ну, сегодня так, завтра по-другому. Ну, то есть, у него, там, другое направление, у нас сейчас у Захара направление ювелирный бизнес, хотя вообще, как бы, и представить не могла, что Захар, как бы, может уйти именно в это. Плюс он в творчестве развивается, все-таки, все-таки, как бы я не боролась с этим в свое время, вот. Он и в творчестве развивается. С большим участником Тимуром Буровым. Да, у них сейчас вышел совместный трек, вот будет презентация в эту субботу, приглашаю вас, Антон. Вот, да, и, как бы, он в одном направлении развивается, я в другом, как бы, друг друга поддерживаем, друг друга подбадриваем, и вот все, как-то так складываете, очень важно. Ну, если куда-то ходите, допустим, в ресторан, вот вы часто выкладываете форумы, кто оплачивает? Нет, рестораны, конечно, Захар. Ну, как, все равно, мужчина и... Может быть, 50 на 50? Нет, 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 50 на 50 – это история Захарья Шайлей. Они, кстати, будут еще отдельно пообщать. Да, конечно. Я же, цельно спрашиваю, как у вас делать с родными, мамы общаются ваши? С родными все замечательно, все, как бы, ну, учитывая то, что были моменты, там, моей мамы, там, и Захара, да, в связи, там, с предыдущими нашими ситуациями неприятными, сейчас они в прекрасных отношениях, и, там, и привитики созваниваются, и, в принципе, все хорошо, и мама в ближайшее время тоже должна улететь моя. Твоя мама? Да, да. А Захар лично с ней познакомился? Да, конечно, потому что сейчас пока, к сожалению, из-за того, что там дела, съемки, постоянный круговорот, мы не можем, допустим, улететь туда, вот. Поэтому сейчас планирую, чтобы моя мама сюда прилетела, как раз они познакомятся, плюс у Захара в конце февраля день рождения, он хочет меня к себе на родину повезти, на сноуборды, на лыжи, в Сибирь, вот. Вот я тоже, как бы, познакомимся, и, как с мамой я знакома, там, с семьей, там, с отцом, с его познакомились, в принципе, вот в этом плане все тоже хорошо. Но твоя мама очень жестко высказывалась о Захаре, когда еще вы были участниками, даже вот мы с ней разговаривали в редакции, она прям так, как-то критично была настроена по отношению к ней. Ну, слушай, понимаешь, Антон, любая мама будет счастлива, когда счастлива ее дочь, да, когда моя мама смотрела эфиры, когда я там слезы лила, и постоянно у нас были непонятки в отношениях, скажем так, то, конечно же, она была категорически настроена. Сейчас она видит, что есть прогресс, да, там, что мы заботимся друг о друге, вместе развиваемся, все хорошо. Она не видит ничего, понимаешь, что там интересно за кадром становится. Нет, на самом деле, ну, я такой человек, знаешь, у меня мама, моя мама, это моя лучшая подруга, и у меня нет такого, знаешь, что я там что-то скрываю от мамы. Если там, можем там мы с Захаром, да, все-таки там поругаться, да, по какой-то там мелочи, я там могу в сердцах маме сказать, да, блин, вот так и так вот произошло. Ну, как бы, ну, все-все люди, во всех семьях бывают какие-то... А зачем вы ругаетесь, кстати? У нас, я даже тебе не скажу, из-за чего мы можем ругаться, но, скорее всего, это какие-то бытовые мелочи, вот, мы можем поругаться и тут же там через час уже помириться и все. Ну, нет такого, как на проекте, когда, знаешь, мы поссорились, и все, надо это, на тет-а-тет вынести на лобном, десять раз обсудить, потом там супер послушать мнение таких великих умов, как там Йося Ганезианова или Сашчерна, и ты сидишь на этом лобном и думаешь, боже мой, кого я слушаю, какие советы мне раздают. И оно, как бы, на доме-два, оно все откладывается и капает на мост периодически. Вот, а когда так, мы будешь на жизнь, мы оба вспыльчивые, оба откончивые, и тут же можем друг друга послать, и тут же через час уже обнимаемся, целуемся. Ну, драки есть, как на правильности. Нет, 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 такого нет, однозначно, конечно. Это уже перебор. У тебя в телефоне Захара подписан как муж, спрашивает Анна, Ювченко. Да, откуда такая информация? Видимо, кто-то твой телефончик иногда не видит. Да, да, да. Слушай, несколько, уже раз, много раз писали про Кахно. Общаешь ли ты с Кахно и что у вас там с ним, если не в конфликте? Нет, конечно же, Кахно украла мои кроссовки, в которых до сих пор она бродит там где-то. А, я вспомню, я вспомню, да, да, да. Ну, Кахно у меня... Маша взял свои кроссовки. Антон, понимаешь, Кахно такой человек, на неё как бы, знаешь, говорят, на дураков не обижаются. Вот так вот и на Кахно. Ну, как бы зла я не держу, в принципе, не злопамятный человек. Ну, живёт Маша Кахно и живёт. У нас с ней мастер ресницы, наверное. Так, что рассказывает? Люди, конечно, сплетничают. Да, 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 да. Приезжала она ко мне ресницы делать. Ну, Машке, насколько я знаю, сейчас такой. Не самый лучший период, насколько я знаю. Там, денежек нет. С мамой живёт. В Инстаграме там пытается создать какую-то иллюзию. Ну, на самом деле... Просто нет, на самом... У многих участников, знаешь, когда они уходят, вот они считают то, что вот звёзды дома-2, что вот мы такие там крутые были. Ну, сколько из дома-2 этих людей выходило? И где все эти люди, понимаешь? Если ты после дома-2 не работаешь, не развиваешься, не стремишься как-то, что-то не делаешь, ну, таких, как ты, тысячи выходят. Вот, и Маша Кахно там одна из них, которая как бы... Да, на проекте я не отрицаю, что Маша была яркой персоной, да? Ну, и что? И где сейчас Маша? И где сейчас Маша? Также была ситуация с тем же Дмитренко, да, который, да, в рамках дома-2, но они там интересно, да, как пара, там пообсуждать, поприкалываться, всё это. А выходят за проект, и всё, и ноль. Поэтому нужно работать, чтобы что-то из себя представлять. Почему я решила уменьшить губы? Сейчас все ещё спрашивают про губы. Ты уменьшала губы? Да. По-моему, пухленькие губы. Ну, пухленькие они у меня всегда, ну, как были, но не такие пельмени, которые у меня... А почему ты так решила? Уменьшила, потому что, во-первых, у меня... Мне сделали не очень хорошо, скажем так, ещё я на проекте была, и у меня с одной стороны прям была больше губа, чем с другой стороны. Вот, и как бы я уменьшила всё, подкорректировала, чтобы всё было красивенько, чинненько. Через два дня после моего уменьшения Лиля тут же пошла уменьшить. Ну, вот, поэтому просто сдала тут дынцы на уменьшение Лиля. В общем, ты к естественности, да, стремишься? Да, в принципе, и так вся натуральная. Вся натуральная. Вся натуральная. Вся натуральная. Про твои пластические операции планируемые мы ещё поговорим. Лиля Четрару, тоже вот очень много вопросов про неё. Когда вы ушли из проекта, Лиля ещё была участницей, да, и как-то очень часто вспоминала о вас в каком-то таком странном ключе, знаешь, она вот всё-то у вас говорила, я не буду жить в такой же квартире, как Лера с Захаром живёт, я не буду ещё что-то... Тебе было неприятно слышать это? Всё-таки она твоя подруга была приятнее. Смотри, Антон, понимаешь, как тебе так правильно сказать вот насчёт Лилии, насчёт вот всех этих, во-первых, я не смотрела проект, и когда мы ушли, мы, знаешь, с утра уезжали, поздно вечером приезжали, и было не до Дома-2, и я, как бы, не знала всех этих... Тебе её нам рассказывали? И когда, нет, и когда нас пригласили на разбор поддержать, Лилию Захаряшин, так как мы там дружим и общаемся, дружили и общались, да, когда начали всплывать моменты о квартире, о том, что она говорит, что я не буду там жить в такой квартире, понимаешь, для меня это странно, потому что, ну, как бы, опять же, квартира замечательная, Лиля всё это видела, всё это знала. В эфирах это преподносить зачем было, я не понимаю. Просто сейчас уже, знаешь, когда прошло время, я вот понимаю тенденцию, когда приходила девочка, вот когда был разбор в своё время, когда вы всю грязь подняли, когда приходила, да, девочка, и что говорила, что там она вот за мной всё повторяет, и вот что, ну, тогда сидели два клона. И я, знаешь, провела аналогию, что вот, знаешь, вот мы там квартиру сняли, там, Лиля надо квартиру, я губы уменьшила, Лиля надо уменьшить, там, я там что-то это. Ну, то есть вот это вот был момент, ну, я как бы замечала это всё, ну, как бы не обращала внимания. Ключевым моментом для меня сыграла, как это правильно выразиться, вот я, то, что я тебе рассказывала до эфира, когда Захарьяш выходил, там, был видеоролик с одним из, не знаю, какого-то, человеком, да, вот, и когда тот мужчина задал вопрос, что там вы с Захаром дружите, там, как бы, с Леной, с Захаром, и он сказал, хорошие знакомые. Для меня вот это сыграло ключевым моментом. То есть в рамках телепроекта там два, да, как бы дружба дружбой, но когда уже мы выходим все за периметр, то мы, как бы, хорошие знакомые. И когда Лиля начала там, я просто такой человек, я не выясняю. Это на Доме-2 приходилось всё это разъяснять, рассусоливать, вот эти темы, истории были. В жизни я просто перестаю общаться с человеком. Собственно, что и произошло. Когда мы ушли из проекта, Лиля начала у меня там узнавать, а сколько ты за рекламу за ту уберёшь, а сколько то, а сколько это. Вот, и потом, когда она узнала о том, какие деньги я зарабатываю вне проекта, и когда она начала захаряшить, давай уходить, давай, то Лиля как бы не понимала, что для того, чтобы зарабатывать деньги, да, которые зарабатываю я, если зарабатывать в два раза больше, да, там в проекте я была, нужно работать, нужно что-то делать. Вот, и когда они ушли, я смотрю там, то есть, мои рекламщики, которые мне пишут, мне потом присылают скрины сообщения, то, что Лиля просто всем моим рекламщикам пишет, предлагает рекламу, дизайнер, моя подруга, с которой я сотрудничала очень много лет, тоже Лиля, ну, как бы, знаешь, если мы дружим, если мы общаемся, в открытую всё должно быть. А я начала замечать какие-то вещи, которые происходили за моей спиной. Естественно, мне это не понравилось, и просто у них новоселье было, Лиля меня там раз приглашала, два, но когда у меня уже надлом, мой личный внутри, ну, когда мне неприятно по-человечески, я просто открыто, я всегда говорю так, как есть. И я не люблю, когда за моей спиной что-то происходит. И когда я это всё знал, я просто, как бы, подальше прекратила общение, и всё. Просто я... А ты, ну, не задавала ей вопроса, почему она это делает за твоей спиной? Антон, а зачем мне это надо? У меня своя жизнь, у меня, слава богу, всё хорошо, у меня работа, у меня Захара, у меня жизнь крутится вот так вот, и тратить мне своё время на то, чтобы выяснять что-то, но я не на доме два, чтобы что-то выяснять, знаешь, для того, чтобы это обсудили на лоб, на фиг мне это надо, нет. То есть, ты сейчас вычеркнула свою жизнь, если вы не общаетесь с ним? Я просто, я просто, знаешь, всегда делаю выводы по каким-то ситуациям, не по словам, по каким-то действиям. Когда я ушла с проекта, и у меня был утерян мой спортивный костюм, и потом, как бы, Лиля, смотрю в эфире, в моём спортивном костюме ходит, ну, как бы, мне, опять же, мне не жалко, ради бога, ну, просто хотя бы позвонить и сказать, блин, Лера, вот тот костюм, о котором ты переживала, что ты его потеряла, он нашёлся. И этот костюм, собственно, он сейчас продаётся в моём шоуруме, и я созваниваюсь с Лилей, говорю, Лиль, можешь мне выставить рекламу? А Лиля говорит, у меня там столько рекламы, столько это, не могу. А я смотрю, а потом Лиля выставляет рекламу, то есть мои, которые мои рекламщики, понимаешь? И, ну, то есть вот такие вот мелочи, ну, ну, неприятно, неприятно, и... Что же, все участницы донашивают твои вещи? Кахно, кроссовки? Кахно, кроссовки? Или костюм? Да, а на самом деле, нет, просто мне нравится, вот это тоже тенденция, значит, все мои вещи донашивают, а потом пишут мне в Инстаграме, о, Лера, а у тебя кепка, как у Лили, а не заканчивают мои кепки. О, Лера в кофте какую-то, там еще у кого-то. Все в моих вещах ходят, а оказывается, как бы это я. Ну, ладно, пусть с ним шли. Я бы не слышал, правда? Конечно, чума. Денег много, вещей много, берите, ради бога. Лера, я тебе сейчас предлагаю зайти на сайт Ева.ру. Да. Это женский сайт, где сидят очень много участниц. Тут есть очень интересный раздел с форумами, девчонки очень многие там сидят, обсуждают какие-то темы. Вот одна из, например, тем на ЕВИРУ звучит так. Молодой любовник. Тут есть разные разделы, связанные с отношениями и с бытом, в том числе и с интимными отношениями. У тебя тоже молодой любовник. Ау, пикантные темы начались. Молодше тебя даже на год, насколько я понимаю, да? Что бы ты могла откомментировать? Тебе как молодые любовники нравятся больше, чем взрослые? Слушай, я не готова была, конечно, к другому исходу бегущего. Ты же дала, как будто шла на интервью. Нет, на самом деле, ну, конечно же, там интимные темы прям поднимать не буду и рассказывать, как мы и что мы и в каких позах. Ну, ты довольна, ты молодой, горячий парень. На самом деле, Захар у меня шикарный мужчина. В этом плане у нас с ним все замечательно. Вот. Все устраивает, конечно же, все круто. И, наконец-то, мы можем... Знаешь, когда мы ушли, у нас был как бы ограничен этим балдахином, наша секс-зона балдахином. Ну, как бы у нас были тайные места на проекте, там, где нет камер. А какие такие места? А есть такие места на поляне, да. Там где буду... А нам, кстати, Захар показывал. Да, да, да. Вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале, пока все в доме. Там есть отдельное видео, где Захар показывает эти интимные места. Да, вот эти интимные места, конечно, были исследованы в свое время. А очень многие спрашивают про свадьбу с Захаром. Планируете ли свадьбу в этом году? Вообще, предложение-то хоть было-то? Слушай, по поводу вот этого свадьба, предложения, вот это вот все... Знаешь, Антон, вот нужно много всего столько сделать, что вот сейчас... Ну, вот я не понимаю, как что изменится в моей жизни, там, в его жизни в данный момент, если там мы поженимся, если у нас будет этот штамм, если он мне кольцо подарит. Ну, кольцо он мне и так подарит, да? Ну, то есть, вот такие моменты... Я как бы... У меня не было никогда вот в приоритете, как у всех девочек, что вот все, вот надо срочно выйти замуж, там, всему в свое время. И сейчас у нас столько планов, столько дел, столько всего, что как бы... Ну, сейчас это в планы наши пока не вписывается. Мы живем вместе, тем более сейчас закон новый вроде бы должен выйти, или уже вышел пять лет совместной жизни, уже как бы все в браке. Поэтому я не думаю, что... Думаю, еще четыре годика, минимум. Ну, как и видим. Нет, на самом деле мы не торопимся, и я думаю, знаешь, сейчас в наше время это ничего как бы не решает, и произойдет так в ближайшее время. Вы узнаете. Ну, ты видишь его в качестве своего мужа. Ну, конечно, но, Антон, ну ты что, мы уже сколько, фактически год вместе, и столько прошли вместе, и под камерами, и вне камер, и плохого, и хорошего, и мы уже одно единое целое. Причем удивительно, да? Ведь многие думали, что вы уйдете с проекта, и разойдетесь в разные стороны. А вы остались вместе? Ну, так я же говорю, не дождетесь. Ну, обидно, что я не сделал предложение, захватывая, такого красивого, знаешь, что девочки надо ехать. Ну, вот я же говорю, я не у многих девочек, я уникальная девочка. Вот, ну, как, нет, придет время, все будет. Конечно, я знаю, что это будет. Вопрос времени, и сейчас у меня голова абсолютно другим забита, а не то, что вот. Тоже еще были вопросы про детей, я думаю, это уже не входит в твои планы, не думаешь, что это будет? Нет, как бы мысли есть, но, опять же, не сейчас. Я понимаю, что мне там 24 года уже, ну, как-то, ну, как-то... Уже. Уже еще только. Еще нет, но я имею в виду в плане, если рожать, ну, годика там 2-3 еще есть в запасе, чтобы, ну, просто хочется, если рожать, то рожать уже, знаешь, чтобы была почва, чтобы было, ну, чтобы рожать ребенка, а не просто чтобы родить, а чтобы родить его, знаешь, с тем, что уже дать достойную жизнь, достойная потом в дальнейшем образование, чтобы была почва под ногами твердая, ну, то есть, чтобы все это было правильно. Родить, знаешь, ну, я же говорю, опять же, не в виду Олера, забеременеть и родить любой может, а в дальнейшем, как это все? Нужно просто, чтобы это все по-человечески было правильно. А как думаешь, что Рапонсель-то будет с Димой? Ой, ну, знаешь, как? Ну, они, в принципе, стоят друг друга. Я думаю, нет, я думаю, вот именно вот такие семьи, вот мне кажется, вот это вот до века. Они будут вот это вот плакать, сходиться, расходиться. Она там свое кино, у нее свое кино, у него свое. И вот это вот, эта катавасия, мне кажется, она так и будет. Много. Года медленно. Да, да, да. Сейчас на проекте стартовал уже конкурс «Свадьба на миллион». Когда вы были, вас тоже называли одними из главных претендентов. Да. Но вас нет сейчас в списке участников. За кого болеешь? Как думаешь, кто выиграет? Слушай, я вообще не знаю, за кого там болеть сейчас. Реально, за кого. Я просто, ну как, конечно же, когда мы ушли, когда еще были хорошие отношения с Захаряшем и Лилией, естественно, я за ним была бы, а сейчас, я не знаю, кто сейчас вообще претендует. Ну вот Марина Африкантова с Румой, например. Ну и что, я тоже полный, я не верю в это все. Не думаешь? Майя с Лешей, одна из старых пар. Это эти люди, которые от безысходности все до сих пор друг с другом. Но честно, я сейчас вот из тех, кто там есть, я не вижу ни одну пару. Ни одну пару, потому что кто там... Ну если Юля и Сережа будут участвовать? Ну Ефременкова с Кучером это вот единственное, что может быть и то. И то, как бы, я не знаю, я сейчас не смотрю проекты, я не знаю, как там отношения продвигаются и у кого какие. Поэтому из тех пар, которые сейчас там есть, ну это смешно. Ну не знаю, ну кто там будет выигрывать. Свадьба, ну как это, люди должны встречаться, проходить какие-то ситуации. Ну Сольбес с Виктором вот есть новая пара, которая тоже там претендует. Супер яркая пара. Супер яркая, да. Самая активная. Ну я не знаю, я честно, вот я не вижу ни одну, ну кто? Ну Сольбес с Витей, ну Чайчик с Витей, ну это же смешно. Сольбес строит с Катериной. Ну это тоже вообще, вот для меня вот эти вот, возвращение ветерана, вот это вот, Гобозов, Ебаров, ну куда, что происходит вообще? Я когда узнала, что Гобозов вернулся, ну вот мне честно стыдно, потому что вот я с Оляной, в хороших отношениях, девчонка, моя однокодка, родила ребенка, развивается в бизнесе, деньги зарабатывает, крутится, вертится, и молодец, и он, мужик, сколько ему? Ну 35 уже есть. 35 лет ты идешь на проект, спустя столько лет, но это я не знаю, насколько жизнь должна не удастся, чтобы под сороке шести на дом 2 строить любовь, ну не знаю, я... Ну кушать-то хочется, понимаешь? Ну я считаю, что мужчина к 35 годам должен уже не то что себя кормить, уже и семью свою кормить, и родителям давно помогать, и уже на ногах кормить стоять. Что ты Кате можешь сказать? Стоит ли с таким мужчиной строить отношения? Катя это... Катя Зиновьева. Нынешняя женщина, это другая Бузова. А, ну конечно стоит, у нас тоже еще мужчина. А как ты думаешь, кстати, Лилия и Захаряж за проект долго будут вместе? Да честно, знаешь, даже не хочется какие-то прогнозы делать. Я думаю, я просто знаю, что такое жизнь за периметром, да, и я понимаю, что, ну как мы сами сталкивались с этим, это и бытовуха, и финансы, и там, допустим, у кого-то получается, у кого-то не получается, то есть, ну и есть вот эти притирки, все. Но я не знаю, я как бы не думаю, что это долго все притится. Не знаю. Вот очень многие тут спрашивали про Бузову, про Рому Гриценко, как ты, как ты общаешься относишься к Олею Бузовой. Что думаешь насчет ухаживания Романа? Нет, ну с Олей, Олю я люблю, я всегда это говорила, я восхищаюсь, Бузову, это уникальный человек, конечно, вот, с прошедшим днем рождения еще раз, Оля. Вот, это в отличных отношениях, я с Олей, поддерживаем связь, под ухаживание к Риценко, ну я и на проекте говорила, ну это смех, конечно, и, ну не знаю, ну тема, тема идет, Риценко на проекте, как бы не стоит напрягаться, можно, все это обсуждается и все, ну как бы понятное дело, что для Оли это все как бы забава и весело, задорно и ничего я в этом не вижу такого невкусно, и спутливый. Ну Рома даже претендовал на участие в конкурсе с вами на миллион, чтобы выиграть миллион для Ольги, так сказать, и уже ей что-то предложить, даже такие были сговоры, может быть, это еще и состоится. Слушай, дом 2 это такая штука, конечно, может, что творят деньги эфиры с людьми, я не знаю, на что не пойдешь там ради эфиров, ну а также, ну для меня это смех, хотя, ну как греценка, мы в хороших отношениях, но мы пересекались после ухода, там за... Нажми что-нибудь, чтобы все было плохо. Суну мы с вами после маленькой паузы, на руке кольцо, все спрашивают, про кольцо, нашли ты кольцо выигранное, это выигранное кольцо? Да, 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 да. У меня уже много писали... А где кольца от Захара? Есть там еще дом? Нет, у меня еще дом, пастой, нет, от Захара вот крестик с бриллиантами, он мне подарил на Новый год. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты задумывалась часто об операциях, хотела сделать круть, может быть, еще что-то. Как у тебя у вас это? Смотри, у меня, когда еще на проекте была, вообще на самом деле я как бы... Давно у меня мысли эти как бы ходили, стоит, не стоит, и как это все правильно сделать, чтобы хороший хирург был. У меня была мысль это сделать и грудь, и нос одновременно. Но, посмотрев на девочек, которые себе делали носы, это та же Лиля, Мексика, и там Катя Гужминская, насколько испортились эти девочки, и насколько это может все-таки не очень хорошо закончится, да, для внешности, для вообще, в принципе, для здоровья. Нос я категорически передумала делать, потому что, еще плюс я вычитала, длина носа это сила характера, оказывается. Так вот, почему я такая... У тебя огромный носик. Да, вот, и я как бы, знаешь... Он ровненький вообще. Да, у меня была просто мысль какая-то дурацкая в голове, которую я абсолютно выкинула, и вообще советую всем девчонкам, если все-таки заходят у вас такие мысли, гоните, потому что лицо это такое дело. Грудь это еще ладно, если есть какие-то показания, хочется больше, или какие-то там у кого-то бзики в голове, но лицо трогать я категорически не настроена, вот. А грудь, да, грудь я все-таки буду делать, потому что, учитывая то, что похудела, учитывая то, что я была пополнее, и грудь у меня была в свое время стремящаяся к третьему размеру, вот. Грудь я в ближайшее время планирую делать. Хочешь какой размер? Три, наверное. Не хочется, чтобы и трансформером я была, как девочка у нас была. Рита, Рита. Ну или... Ну или... Не, девушке-трансформером я быть не хочу, поэтому просто хочется как бы возобновить, восстановить тот размер, который у меня, в принципе, и был. Насчет, кстати, Риты Керн, прекрасная вообще скилунка Риты и интервью о волшебстве. Почему у Риты Керн ругается матом в постели? Почему кровать сломалась? У нее в спальне, вы знаете, мне кажется, это он, пьянка и лето, сисик. Анастасия спрашивает, будешь брать фамилию Захара, когда поженитесь? Ой, боже, да я даже не знаю, не задумывалась над этим, но это может быть будет Соленков Рост. Лера Соленков Рост. Как звучит? Да шикарно звучит. Не знаю, не задумывалась по сути. Шикарно звучит. Очень тоже были вопросы, несколько штук про возвращение на проект. Хотите, не хотите возвращаться? Я так понимаю, что не хотите. Да, ну, куда, Антон? Почему же возвращаются бывшие участники? Может быть, все-таки надумываете? Была мысль, единственное, знаешь, когда конкурс начинался, мы общались с ребятами по поводу этого конкурса, что там, как была мысль, если такая будет вероятность как-то все время Кузина, знаешь, вернулись, забрали и ушли. Об этом такие мысли были, но потом, в связи опять же с работой, в принципе, мы могли набрать и ведущих по этому поводу, с ней как бы поговорить, и, возможно, вы сейчас нас лицедрели на телеэкранах, т.н.д. Но, в принципе, все это круто складывается, и просто, когда знаешь всю кухню изнутри, и помнишь эти сумасшедшие ритмы, и когда ты без телефонов не досыпаешь, не доедаешь, там, съемки, там, рекламу, там, пятое-десятое, вот, и как бы, не-не-не-не-не, спасибо, но, но убы. Сейчас на проект возвращаются, чтобы обсудили бывшие участники. Кого ты, как думаешь, стоит вернуть из Толичков? Как думаешь, кого не хватает и кто должен? Если не Говозов и Ябаров, которые тебе не понравились? Слушай, я даже не знаю, кого вот вернуть из таких, что вот прям яркие. Знаешь, мне кажется, те участники, которые были в свое время, еще, да, времена, когда была, Вика, Боня, да, там, Бузова еще, когда участвовала, вот тот, тот Дом-2, который был, вот тогда, да, тогда были яркие участники, но уже не думаю, что кто-то из тех в него вернется, вот, а вот из последних, слушай, я тебе даже и не скажу, мы не забираемся, больше никого. Как относишься к Ефременко, спрашивает Вита, Вита, и, собственно, что думаешь насчет того, что Юлия стала ведущей, пока она проходит испытательный срок, не обидно ли тебе было, что это была именно она, а не ты, например? С Ефременко, вот в принципе нормально отношусь к Ефременковой, и по поводу ведущей, обидно нет, конечно, не было, и просто как раз я уже спустя там, когда мы ушли с проекта, я общалась с нашими ведущими, и был такой разговор, что на тот момент, когда Ефременко оставили, был выбор между мной и ей, но как раз у нас был вот этот период, сложный с Захаром, когда у меня депрессии, слезы, сопли, вот эти истерики, и, конечно же, в том моральном состоянии, в котором я была, куда-то было меня трогать, вот, и то, что Юлька стажировалась, стажируется до сих пор, ну, я считаю, что молодец в любом случае, ну, я думаю, опять же, зная, кухня дома 2, я же тоже понимаю, что все просто так не делает, вот, и, конечно, вот эта история, то, что ее, как бы, ведущие, и тут, как бы кучером, не очень, так и звук в припевку, вот, но я считаю, что все это делается, делалось исключительно вот ради вот этого всего, и, я не знаю, честно, я не думаю, что ее поставят как полноценную ведущую. Как вы думаете, у нее получается, хорошо, она справляется в своей роде? Опять же, я не смотрела, тем более, выпуски острого, то есть, если я и попадала на дом 2, то это только вечерние какие-то выпуски, когда мы там приезжали домой, и ТНТ у нас был включен. Не знаю я, как она справлялась, но учитывая то, что я видела в инстаграме вообще, что пишут люди, вообще, как бы, много негативных отзывов. Ну, лично я видела, не знаю, не буду судить. Но у тебя нет какого-то мнения четкого? Ну, я же говорю, я бы, ты же тоже не общая сейчас, потому что все правильно бьется. Я бы могла высказать свое мнение по этому поводу, если бы я четко смотрела проект, тогда бы я сказала. Нет, в любом случае, то, что стажируется, он молодец. Ярочка, что думаешь, Охроменный, как участница, ты ее поддерживаешь? Карташ спрашиваю. Вот, по поводу вот этой вот девочки, девочки с собачкой. Не угодила, я уже чувствую твою негативную ноту. Чувствую, еще ничего не сказала. У нас не знакомы, или знакомы? Нет, нет, не знакомы, я вот, опять же, в какой-то из групп в инстаграме была отмечена фотография, что вот, если была бы Фрост, там есть такой скриншот, моя фотография и ее, что если бы была бы Фрост, интересно, как бы она реагировала на вот эту вот Хромину. Учитывая последние события, которые произошли, связанные с Маргой и Саймоном, я всегда, находясь еще на проекте, я была категорически против ШБ, или как они называются? Ну так, я думаю, все пойдут. Я хотела бы на два разница, но все-таки у нас дневное время, прямой эфир. Слушай, ты ее считаешь ШБ? Ну, все в жизни бумерангом, понимаешь, и то, как она поступила по отношению к Марго, это, ну, мягко сказать, нехорошо. И жизнь длинная, жизнь бумеранг, и однозначно все вернется, и я уверена, что, ну, девочке, девочке не сладко придется, потому что такие вещи, они возвращаются со временем. Ну, если закидывать такую удочку, то уже скоро все вернется, следите за эфирами, все очень интересно будет в этой паре. А, да, я уже, да, я ее наперется и просмотрела. Ксюша, ее героиня спрашивает, как тебе Марина Африкантова, и что думаешь вообще о ее паре с Ромой? Африка... Долгожитель нашего проекта, мастодонт, может быть, и вазар, вот он его. Африкантова, ну, как, я, в принципе, нормально, как отношусь к Африкантовой, мы в свое время даже и был период и дружили на проекте с ней. А, ну, что, Африкантова, Африкантова под дурочку косит, которая далеко не является, вот, по поводу пары, ну, да не верю я, что пара, но я и с Ромой разговаривали как-то, что если какая-то ситуация произойдет, когда Африкантова предложат какие-то хорошие условия, или как бы скажут, Марина, уже как бы не твоя история, и уже пора все это заканчивать, потому что, ну, фигня ваше отношение. И Марина возьмет это все и закончит. Какая-то была с Чуем, потому что Африкантова, она далеко не простая и не такая уж, не такой уж цветочек, которому преподносит себя. Ну, она, знаешь, она сейчас какой-то на себя примерила такой образ, как в свое время Бузова, которая там на одиночке такая. Ну, я знаю, что как раз-таки Марина была еще там, много лет назад фанатка Воли-Бузовой, она просто мечтает повторить. А, ну, вот может быть, ну, второй Оли в Бузовой не будет, потому что Бузова это Бузова. И такой работоспособности, как Оли, это, я не знаю, Бузова-терминатор просто. А вот, а по поводу Африкантова, ну, конечно же, она себе на уме и... Ну, вот, знаешь, многие сейчас ее называют, цитирую, проектной сукой. Вот, ты согласна с этим мнением? Это сам Рома ее так назовала. Что Марина проектная, да, да. Это, я давно и всегда знала. А в Ромины что-то веришь? Или они оба играют больше? По поводу Ромы, ну, слушай, сказать, я не скажу, что играет, но тоже, мне кажется, своя выгода какая-то есть, потому что, ну, как Африкантова уже мастодон, как ты говоришь, дома два, и она уже корни пустила, уже столько лет сидит, и, в принципе, Капи, ну, почему бы и не выслушивать, значит, Татьяна Владимировна, Ромка, Конопля, и вот это вот все, потому что, как, все равно, это четко, ты сидишь, почва у тебя есть под ногами, сидишь на проекте, сидишь. Но Африкантова это тоже гарант того, что он находится. Нет, может быть, там, ну, не может быть, чувства какие-то есть, но явно, там, любовь. Кадони самая адекватная ведущая, как с ним отношения спрашивают, Юляша Бьюти, и вообще, кто из ведущих тебе нравится больше всего, уже много сейчас? Так, насчет Кадони, ну, Кадони, конечно, уникальный ведущий, я всегда помню эти тет-тет-теты с ним, я думаю, только не Кадони, хоть бы не он, но все, точно, а если Кадони, то это катастрофа. Нет, Кадони, конечно, он и острый на язык, и интересно, он, конечно, все и преподносит, и ведет, но иногда он прям жестит, иногда жестит. Что касается моих любимых ведущих, любимых, ну, конечно, там у меня все равно вузово, это в приоритете, потому что, ну, во-первых, помимо каких-то там наших домовских отношений, я с ней, как бы, и лично в прекрасных отношениях, она как человека, и я ей восхищаюсь, как личностью, женщины, ну, они, просто, понимаешь, все разные, и каждый по-своему. Боротина, она справедливая, я ее за это всегда тоже очень любила и уважала. Черкассов, Черкассов, вот с ним как-то больше, вот такой дружеский, знаешь, вот по-дружески можно с ним поговорить, он даст дельный совет. Кадони, он более, вот знаешь, такой сарказм, ну, тоже по-своему интересен. вот в каждом, в каждом, в каждом по-своему, но фаворит, конечно, воля. Как думаешь о возобновлении пары Саши и Иосифа? И вообще, возобновится ли эта пара? Господи, боже мой, этот цирк никогда, мне кажется, не закончится. Вот это вот, Йося, Саша, ну, черно, конечно, дура полная, ничего не скажешь. И вчера, как раз тоже, клад телеканала был разбор, или что там вчера было, именно дня по поводу того, что на острова ее отправляют, и она там слезы льет. Ну, Йося, понятно, что Йося, она не нужна. Я была там на проекте, и говорила, что она на меня очень сильно обижалась, там, злилась. Ну, любящий мужик не будет себя так вести. Ну, это ужас там, и переспал уже с другой, а он говорит, нет, он не отомстил. Это вот я плохая, это вот я все сделала, мне надо быть мудрее. Ну, чушь полная вообще, и, конечно же, они будут вместе, конечно. Йося просто нафиг никому не нужно, черно его без ума любит, и вот это вот у меня будет. Черно, собственно, тоже. Ну, и Черно, собственно, тоже, да. Что-то она попыталась сказать, да, потыкаться, помыкаться. Светочка М спрашивает, у вас один типаж с Мерисикой, вы общаетесь? Я знаю, что вы общаетесь, что вы в хороших отношениях. Ну, как, нет, я не скажу, что мы прям общаемся, общаемся, либо там, увидимся. Ну, как я с ней в нормальных отношениях, ничего такого у нас не было, плохого между друг другом, ну, как будто в нормальных отношениях пересекались, мы все случайно увиделись в клубе перед этим. Вот. Какой у нас сейчас личной жизни, не знаешь, после расставания с Яниксом? Я не знаю, я, я же говорю, мы с Мексикой не настолько близки, мы на уровне привет, как дела, вот, на таком уровне. То, что, блин, она с носом себя опять сделала, это, меня повергло в шок, когда я ее увидела, потому что я ее увидела в клубе с тем, перебинтованным. Но третья уже на пластику, в двух неудачных. Не знаю, мне кажется, то, какая она была изначальная, и то, какое она сейчас себя сделала, это, это нехорошо. Но самое главное, выбрать грамотного хирурга, понимаешь, в этом деле, поэтому. Ну, видимо, Мексика слишком много перепрала хирурга. У нас, кстати, в новом номере есть материал о расставании Мексики с ее рэп-исполнителем, любимым, Яниксом. Все подробности сможете в февральском номере прочитать. И, конечно же, еще одну пару, твоего любимого, я не могу не затронуть, это Лиза Трендофилиди, Алексей Чайз. Прямо, любимые. в кавычках. Хочется, чтобы ты Лизу пообсуждал, как тебе ее отношения. Не, ее обсуждать я не буду, мне это не интересно. Единственное, что хочу сказать, просто, ну, Леша меня в последнее время удивляет очень сильно, потому что насколько как мы хорошо общаемся, ну, как и общались, в принципе, у меня к Леше хорошее отношение, но просто зная всю с кем он ночи проводил, как он что делал, понимаешь, и вот эти вот посты о любви, дождь плачет, это мои слезы по тебе, но этот смех полный, это договорняк чистой воды, причем Чайчиц я сам об этом рассказывал, но я думаю, более подробно мы как бы потом обсудим. Я думаю, за кадром, и что далее вы узнаете. Да, поэтому, поэтому, как бы, Чайчиц себе гуляет, она там себе в любом случае подгуливает, потому что это ее прерогатива. Вот, и, собственно, вот так вот ее отношения на двумя-давтра. Вот такие вот пары участвуют в свадьбе на миллион, понимаешь? Она себе трахается, он себе, но мы любим друг друга, и это дождь, это слезы любви. Снова тебе предлагаю зайти на сайт Евару, это женский сайт, где много всего интересного, где многие участницы наши сидят. Также тут есть форумы, где можно обсудить любые темы отношений, семейную жизнь, просто поделиться какими-то вопросами, советами, поспрашивать. Вот тут есть такая тема, тоже, понимаешь, и самое интересное выбираю. Как вы обычно отказываете в сексе? Я не отказываю. В этом секрет идеальных отношений. У тебя не было такого никогда? Слушай, нет, если в отношениях, как бы, мы сейчас говорим об отношениях, ну, слушай, я считаю, что, не знаю, отказывать мужчине, это уже, когда тебе лет, там, 45-50, у тебя там голова болит и давление скачет, а так, когда вы любите друг друга, когда у вас полноценные отношения, да, царит гармония, ну, как можно любимому человеку отказать, и себе в удовольствие, отказать и ему в удовольствие, ну, это как бы, глупо, скажем так. В общем, совет от Леры для всех пользовательниц Evo.ru не отказывайся себе. Себе прежде всего в удовольствие. Да, себе и другим в удовольствие. Так, тут очень многие тоже спрашивали, я не первый раз вижу этот вопрос, что ты думаешь по поводу Жужи и Бородиной? Знаешь, мне больше даже интересует, что ты думаешь по поводу Жужи и его хода с проекта и вообще ее персоны. Кто бы сомневался? Нет, на самом деле я вот по поводу их вот этого конфликта тоже узнала буквально вчера где-то вот какой-то из групп Дома-2. Слушай, ну, если уже так говорить откровенно, да, и открывать все карты, то по факту кто такая Катя Жужи и Бородина? Бородина ее притащила на Дом-2, скажем так. Потом, учитывая Катины, как всегда, загулы и насколько я, ну я не буду сейчас утверждать, но насколько я знаю, что конфликт произошел из-за того, что Катя как бы под алкоголем не может контролировать себя и телодвижения в сторону чужих мужчин. Я не знаю, я не знаю. Вот, опять же, я тоже не видела, не буду утверждать и говорю то, что в принципе какие слухи ходят. Вот. И поэтому как бы Бородина, знаешь, как Тарас Бульба. Я тебя родил, я тебя люблю. Вот. Поэтому Бородина как бы по-человечески, насколько Ксюша, знаешь, она настоящая, она справедливая, чтобы там не говорили там Бородина злая или еще какая-то. Бородина настоящая. Вот. И она как бы со всей душой открыла врата дома-два для этого человека. А человек как бы не совсем порядочный, скажем так. Вот. Вот так и произошло. Это, во-первых. Во-вторых, ну как по факту ведущая должна быть на проекте солидная, авторитетная, с хорошей репутацией, честная. Ну вот такая вот, вот чтобы брать пример следующего. Вот на Бородину смотришь, вот она семейный человек, дети, вот хочется, да, вот восхищаться человеком. Бузова смотрит, талантливая, такую карьеру сделала, хочется восхищаться человеком. Смотришь на Жужу, ну и все понятно. Поэтому все к этому ушло, то есть, что ее уволили и вот эти вот разговоры о том, что она якобы выбрала семью в пользу карьеры, ну это бред полнейший. Какая семья, о чем идет речь, что-то вот, значит, диджейт или где-то, ну что там, она тусуется, поэтому... Не исключено, что и у Кати есть люди, которые ей восхищаются и хотят быть на нее похожими. Поэтому у всех есть сера аудитория. Конечно. Таких, как Катя, там много. Мы в любом случае желаем Кате только успехов. Конечно. Всего хорошего. Всего самого лучшего. Ты знаешь, буквально, мы, кстати, уже практически час в эфире, скоро будем заканчивать, поэтому успейте интересные вопросы еще задать, мы еще прочитаем. Ты знаешь, две такие новости яркие в последнее время появились о расставании двух пар из Дома 2. Это Алексей Самсонов и Юрьевич. Вот это я сегодня тоже читала. В нашем журнале вы сможете прочесть. И Элла Суханова с Игорем наконец-то Элла подтвердила развод. Она подала заявление, вывесила в своем инстаграме. Мы, кстати, надеемся, что Элла там пойдет для нашей недели на прямой эфир. Что думаешь, почему распадаются пары семейные уже после Дома 2? Насчет Элла и Игоря как бы я не знала. Ну, как опять же, тоже... Мы писали об этом еще несколько месяцев назад. Ну, как бы, я думала, что это все на уровне слуха. По поводу Элла и Игоря ничего не буду комментировать, потому что не знаю все ситуации. А по поводу Самсонова и вот Юли, вот прям действительно мне здесь вот искренне жаль. Потому что... Я с ними пересекалась на КВД, то есть когда мы приезжали на съемки, вы бы веселых дураков, вот. И... Ну, для меня это шок, знаешь, вот когда ты мужик, ты уже взрослый мужик, да, у тебя замечательная девочка, да, жена твоя, это твой выбор, это женщина родила от тебя ребенка, это часть тебя и как ты можешь, насколько я знаю, что это там вопрос в изменах, так будет? Ну, мы не можем об этом утверждать, например, знаю Лешу, который такой очень любеобильный мужчина, я знаю, что у них были конфликты с женой и раньше на эту тему, там он с какой-то одной из участниц проводил время. Я тебе скажу больше, когда я то ли в этот приход, то ли в тот, он мне писал. А, да? Ну, то есть, да, что писал? Ну, я не помню уже, как это и что было, там какие-то смайлики, цветочки, сердечки, вот, но просто я говорю, для меня шок, вот, и твое все. И так происходит. Для меня это шок, и для меня это ужасно. Вот, и я просто, когда мы на КВД пересекались, то есть я, ну, знаешь, по мужику видно, когда вот эти взгляды, когда вот это вот, все телодвижение, и даже вот, ну, мы там, здоровались. Да, здоровались. Ну, привет, как дела? Ну, то есть, вот такое вот, ну, прям, ну, у меня такие мужчины как прощения вызывают. Ну, ты же сама простила измену. Слушай, ну, у нас другая ситуация была, потому что мы на тот момент, сколько мы, месяц встречались, да, и встречанием это громко сказано, можно было назвать, потому что мы там месяц были на островах, и как бы курортный роман, солнце светит, океан блещет, все так задорно, и такая ситуация произошла. И то, насколько для меня это болезненно было все. Но, когда это семья, когда это уже столько лет, и это брат, ну, извините, такое уже прощать точно. нельзя. А ты бы простилась, но вторую измену? Нет, конечно. Нет, конечно, нет, нет. Олег Сарей пишет, Африкантова тоже стала ведущей, Анна, тебе как нравится? Марина сейчас стала ведущей новостей Дома-2, заменила Катю Жужу. Достойная замена, как ты считаешь? Опять же, не знаю, не видела ни единого выпуска, как ведет Африка, вот этот вот эфир. Но я думаю, слушай, учитывая тот состав, который сейчас остался, ну, а кем заменять, кем? Ну, остались с Африка. что Тата очень, так сказать, амбиции питает. Вот насчет Тата, я, кстати, удивлена, потому что я с Татой, Тата меня набирала, буквально, может, дня 3-5 назад, мы общались с ней, вот, и, мне, кстати, удивительно, почему не она. Не знаю, ну, потому что я считаю, что в плане подачи и в плане общения и в плане харизмы мне до посетата ближе. То есть, выбирая между ними, ты бы, скорее, была в результате? Да, в результате, да. По поводу босса и ботрудимого, так же вопрос еще. Ну, ты весь интернет обсуждал, мы не знаем, что там было. Пиар или не пиар, за любовь или не любое. Нет, на самом деле, я когда, как раз вот перед тем, как лететь отдыхать, мы с Олей переписывались, она как раз тому и болела, и у нее что-то вот со всех сторон на нее навалилось, и такой был не самый лучший период очередной у Гузовой, вот, и потом, когда она улетела, и когда вот начали всплывать эти видео с ботрудиновым, но у меня, честно, душа радовалась, потому что Гузова наконец-то улыбается, и он харизматичный, интересный, и личность, и саму себя что-то представляет, да, и Гузова, конечно же, там, уникальная женщина, я была бы рада, если бы была такая пара, вот, честно, вот, мне как-то, вот, я на них смотрела, там, эти всякие сторисы выставляли, мне приятно было наблюдать. Ну, будет или не будет такая пара, скоро узнаем, прочитаем все в журнале, не забывайте, что февральский номер уже в продаже, а подробности также в нашем сайте дом2life.ru ищите, там мы ответим на те вопросы, на которые не успели. Лера, спасибо тебе, что было с нами. Спасибо вам, что позвали. Мы тебя будем называть, еще за кадром много всего интересного обсудим.